Вечная Евангелие в современном мире 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 Здесь сказано так, что у него 7 голов, 10 рогов Он похож на зверя, который в 7 главе книги Даниила Да, там тоже 10 рогов Так же самое, да? А интересное описание, что он был подобен барсу, ноги как Как у медведя, пасть как у льва, почему такое описание? Здесь у нас вот это ретроспективное назад идущее описание, вот, как бы этих империй, что этот зверь, он представляет собой совокупность всего того, что наработал дьявол на протяжении прошлых веков То есть можно сравнить описание его с описаниями зверей, которые были также в книге Даниила? Да, конечно Где там выходит также из моря, выходят и медведи, и барсы, и... Еще одно подтверждение, вот, что он четвертый по счету у Даниила с 10 рогами Да, страшный и ужасный Страшный и ужасный То есть здесь он показан тоже с 10 рогами Это та же система, которая именно римская система Сначала языческая, а потом уже средневековая система Римская, папская система То есть ее преемственность, она всегда впитала все то предыдущее, что было, то злое, наверное, да? Все предыдущее, что было в предыдущих империях И причем нужно знать очень ясно, что в Новом Завете Христос ясно сказал Что борьба с ним будет идти не напрямую, вот так, сразу А самое коварное, тот вид борьбы, когда служители как бы Божьи будут выполнять В целом дело делать врага рода человеческого То есть служителей света принимают, вид служителей Значит, сатаны принимают вид служителей света А что означает 10 рогов? 10 рогов представляют собой те политические силы Европы, которые поддерживали эту систему То есть это государство? Да, это государство После распада Римской империи, то есть показана преемственность уже после распада Римской империи Бесспорно, именно в VI веке, будем говорить даже немножко раньше В VI веке, когда римская единая целостная империя римская Она распадается на отдельные политические тела В результате нашествия варваров Возникают отдельные королевства Эти королевства представляют собой начало будущих европейских наций Европейских народов Мы можем и перечислить, и назвать их Поэтому они впоследствии средние века стали основной базой фактически папства Это церковно-газударственный союз средневековья В целом можно так сказать Показана картина средневековья уже Распад Римской империи, вот они, 10 врагов То есть 10 будущих наций или 10 государств Вот именно в этот период происходит та борьба, которая будет описана Сказано также, что эта власть богопротивная Потому что на головах она имеет имена богохульные Правильно понимаешь, да? Изначально власть, которая противится Богу Она не открытое богохульство представляет Она представляет гордость церковную, гордыню Самая плохая форма, когда религиозная гордыня Когда себя считают, что он непогрешимый Что он наместник Бога Что он представитель Господа Бога на земле И от его имени совершаются крестовые походы, инквизиции и так дальше Это факты истории, мы не хотим никого огорчить Но правда есть правда Вопрос не о словах богохульных А вопрос стоит о поступках, которые противоречат Божьим принципам Совершенно верно Если, например, посылают Папа Урбан II Призвал крестоносцев к первому походу на восток Вот он, значит, тогда такая была позиция Каждый из вас должен взять крест и идти туда Потому что в Евангелии сказано Возьми крест свой и следуй за мной А как это делалось? Ведь Христос имел в виду, что каждый христианин должен Терпеливо нести свои испытания, которые на него жизнь накладывает А здесь уже переосмыслен этот библейский текст Ты должен нашить белый крест на свои, так сказать, кольчуги Взять меч, взять щит, на котором изображен тоже крест Таким образом ты берешь крест Христов Но ты должен идти и ты должен, значит, освобождать Палестину Гроб Господень от неверных Проливая кровь, убивая Да, и не только Это уже жуткие вещи Эти восемь крестовых походов, которые они совершили Погубили тысячи и тысячи людей Христиан Обманутых христиан Потому что люди верили Что раз эта глава говорит о том, что церковные Что вы идите, и вам будут прощены грехи Когда вы придете туда, и умрет кто-то из вас Освободите гроб Господь Это история, мы никуда от нее не денемся И это история веков Это не история какого-то эпизода исторический, негативный Это линия была такая, церковная Сказано о том, что в 12 главе мы увидели дракона Который сатана, который преследовал младенца И жену, и ее А здесь сказано, что этот дракон дал силу Вот этому зверю И престол свой, и великую власть Показано, кто руководит, да? Кто стоит за этой властью Потому что действия, эти убийства, эти преследования, гонения Но никак нельзя сравнить с христианством Сказать, это действительно во имя Христа сжигалось Во имя Христа это А инквизиция что делала? А инквизиция что делала? Что в этих забрезанных кровью камерах делалось? Когда человека пытали, разрешалось только два часа пытать Извините Что такое два часа пытать? Дескать, больше нельзя А потом, значит, уже от человека что оставалось? Это было все дело своими Иисусом Да И при том тут стоит крест Вот тут сидят люди одетые в монашеские одежды Тут же палачи и так дальше Насколько это противоречит духу Евангелия Это диаметрально противоположный дух Вот А внешность оформления это христианство Когда мы читаем дальше, что удивляет апостола Что когда он посмотрел То одна из голов его как бы смертельно была ранена Но эта смертельная рана исцелела И дивилась земля, глядя за зверем И поклонились дракону, который дал лазверю Ранена голова, она исцеляется Иоанн удивляется, но поклоняются не зверю, а дракону Когда все удивляются Объясните, что здесь происходит Есть ли историческое подтверждение? Но это же как раз тот момент, который уже был оговорен в 11 главе Что после 1260 лет господства в Европе этой религиозной системы Которая господствовала над народами, над племенами, над языками Вот Возникает протест против нее Но этот протест опять-таки протест сатанинского содержания Потому что французская революция Она наносит рану вот этой доминирующей власти Папской власти Да Потому что она атеистична была Первая французская революция по своей природе Когда я говорил, что закрыты были 20 тысяч церквей в одной Франции Католических костелов были закрыты Религия христианская запрещена на территории То есть нанесен был удар После этого наступила секулярная эпоха в Европе То есть общество как бы начало искать другие пути Не церковные пути А культура европейская начинает развиваться под знаменем отрицания тех ценностей Начинается эпоха просвещения Просвещения Разума человеческого Бесспорно Бесспорно Потому что гуманизм Тот, который немного раньше подготовил эту эпоху Эпоха гуманизма Гуманизм был, с одной стороны, языческий Восстановление языческих корней А с другой стороны, он был христианский Гуманизм Германии особенно Освещение и так далее Когда мы говорим о ране То что произошло какое-то событие, которое можно сказать, что была нанесена смертельная рана Как Франция была связана с Италией, где находился Папа Римский? Потому что, бесспорно, французская революция, вот, она расширялась дальше И вы знаете, что когда пришел к власти Наполеон, вот, и это было как раз на пороге в конце 18 века, в начало 19 века То в 1798 году он посылал революционные армии, начинают двигаться из Франции дальше, освобождать, как они считали, другие государства Вот, и они движутся и в направлении Италии, французская революционная армия Она арестует Папу Римского и вывозит его оттуда Вот, это же факт, что генерал Бертье арестовал Папу Пия VI Это было тем переломным моментом, да? Это было тем переломным моментом, когда страна, ведь фактически Франция, это была страна, которая первая приняла католическую веру Первая И была главным защитником Была главным, это старший сын церкви, как ее называли, да? В конечном счете этот сын оказался неверующим после такого длительного воспитания Вот, и когда Наполеон посылает Бертье, он арестовал Папу Папство лишается своих земель Да, вот разрывается вот эта связь Церковно-газударственный союз разрушен в данный момент Вот, это и была та рана, которая здесь указана Сказано, что вся земля удивилась, когда рана исцелилась Что произошло? Какое историческое событие? Вот можно найти подтверждение словам пророчества Я хочу обратить ваше внимание на два этапа здесь присутствующих в этой главе Два этапа вот этой истории Если мы берем с вами Средневековье, да? То господство этой системы, оно было локализовано и, можно говорить, ограничено чисто западноевропейской территорией Это власть Средневеково, в Средние века там господствовала На юге, поскольку юг был мусульманский, значит, сюда они не могли пройти Хотя и совершили восемь крестовых походов На восток они тоже не могли Потому что, помните, и во времена, значит, Тевтонского ордена, когда совершались походы на Русь Вот, в Литву Вот, они тоже получили отпор со стороны Это битва на Ладожском озере, битва на Невской, на Неве и так дальше Со шведами, битва с Тевтонским орденом И они были носителями вот этого Идеологии Идеологии, да? Они шли под этими знаменами Они хотели насадить это в Руси Они хотели насадить это на юге и так дальше Каждый раз все-таки невозможно им было прорвать это Все это все-таки оставалось в Западной Европе Но Священное Писание говорит, что после исцеления Раны Его власть будет распространена Его власть распространяется на все племена, народы, языки Да? Вот так мы читаем с вами Еще раз посмотрим И дивилась вся земля, следуя за зверями, поклонились дракону Которому дал власть зверю После исцеления Да Значит, второй этап Ну, во-первых, когда осталось исцеление? Исцеление происходит постепенно Нужно сказать, что французская революция Лишь, не только, она же несколько этапов была Когда произошло объединение Италии в 1870-е годы Гарибальди Помните, это Значит, речь шла о восстановлении целостности Италии Тоже была разрублена на княжестве Да, она княжества и одно из княжеств Это была папская область В центре Италии, фактически Вот, то, когда вот этот процесс шел Вот, то фактически лишена Папская область была ликвидирована Вот, в Италии Церковь лишилась государственной власти Церковь лишилась государственной власти Она была локализована только в Ватикане Вот, а постепенно восстанавливается его власть во всем мире Вот, постепенно уже при Муссолини Был заключен конкордат между Ватиканом и итальянским государством Вот, что вы получаете самостоятельную свою маленькую Ну, вот это сорок там слишком гектаров Вот это ваше будет государство Государство Ватикан Ватикан? Да Ее авторитет колоссальный Огромный, да Потому что фактически В значительной степени Она изменила свою Такую агрессивную деятельность Как раньше Преследование и так дальше Приняты новые документы Которые делают ее приемлемой в этом мире И даже очень популярной Второй Ватиканский собор Да, особенно Второй Ватиканский собор Он реформировал И внешнюю сторону Но осталось, что? Осталось понятие, что это глава Всего мира духовного Христианского Христианского мира И что теперь он уже, так сказать, покаялшийся глава И теперь они проводят очень нормальную линию такую Значит, и большую благотворительную деятельность И защиту мира И так дальше То есть, короче говоря, мы видим совершенно другую Другую картину Вот И эта картина создает колоссальную популярность Этой системе И вот этот момент возрождения Происходит и возрождение Но авторитет, который нарабатывается сегодня Он В будущем Даст и Власть Дальше об этом говорим Да, мы здесь видим о том, что Удивление происходит в том, что Поклоняются все Но интересно, что не самому Зверю, где сказано Который представляет папство От дракону Который представляет сатану Который дал власть зверю И поклонились зверю Говоря, кто подобен зверю сему И кто может сразиться с ним Даны были ему уста Говорящие гордо и богохульно И дана ему была власть Действие 42 месяца И отверз он уста свои для хулы на Бога Чтобы хулить имя его Их жилища и выживущих на небе И дана ему была вести войну со святыми И победить их И дана ему была власть над всяким коленом И народом, языком и племенем И поклонятся ему все живущие на земле Которых имена не написаны в книге жизни у Агнца Заклонного от создания мира Кто имеет ухо, да слышит Такое дается большое пространное описание Действия этого зверя Но за ним стоит дракон Что здесь также говорится Сказано тоже, 42 месяца Мы встречали раньше это выражение Здесь еще раз подтверждается истина О том, что После исцеления раны Огромный авторитет Вся земля дивилась Написано Следя за зверью Это события, которые произойдут После исцеления раны Или это перспектива прошлого Нет Это то, что новое Новый имидж Совершенно новый имидж Это то, что произойдет в будущем В будущем Это колоссальный авторитет Который имеет эта система Колоссальные возможности материальные Физические И все это Совершенно сегодня воспринимается Как нечто очень-очень Благородное и положительное И забыта вся кровавая история На протяжении веков Но не учитывается Что амбиции остались те же Которые в средние века Побуждали к насилию Над другими народами А сегодня продолжает доказывать Что это есть все-таки Глава всего мира Капутмунди До сих пор в латыни Звучит глава мира Рим – это глава мира Глава всего вселенского христианства В данном случае просто Продолжение этого Но теперь Если раньше люди боялись Остерегались Было понятно Это было преследование Теперь видят Некую Такую Положительную картину Совершенно противоположную Достойную всякого уважения И восхищения Сказано с одной стороны Что Хулит на Бога Ведет войну со святыми А с другой стороны Сказано Что те кто поклоняются Этой системе Тот не записан В книге жизни Ладонца Значит это Событие будущего В значительной степени Здесь нет Откровенного Баахульства Здесь наоборот Почтение И к Богу На словах И прекрасные пения И дивные Значит речи И документы Издаются Прославляющие Господа Как сюда можно Вообще применить Вот это Вот Но дело в том Что Само Христианство Как оно подано В Евангелие Его основные принципы Его основные заповеди Его сущность Его сущность Она совершенно Ушла И заняла место Политическая Система То есть Царство от мира сего Это Царство От мира сего Не царство Божие Только знамена Остаются христианские Лозунги христианские А цели Антихристианские В этом отношении Всегда Вот это вот Сочетание С одной стороны Как будто бы Что-то исповедуется Хорошее А дело Делается плохое Конечно Вызывает Колоссальное Недовольство И хулу Именно На Господа Потому что Говорит Через вас Хулится Имя Божие Также мы видим Что Те кто не подчиняется Этой системе Они будут преследованы Конечно А создается Образ Средневековый То что Было В средние века Оно повторится Как кажется Это совершенно Сегодня Немыслимо Невероятно Да Но Ввиду того Что враг Руда Человеческого Продолжает Пленять Человеческие Умы В мире Очень быстро Происходят Перемены Очень быстро Происходят Перемены Вот И в конечном счете Мы видим Пророчество Предсказывает Мировую Диктатуру Духовную Против которой Никто не сможет Противоречь Также Господь Поднимает Вопрос И ответственности Он говорит о том Кто останется В этой системе Или будет поклоняться Принимать ее То он не найдет Жизни вечность Правильно понимаю Не будет записан В книге У Агнца Божьего Он лишен Вечности Четко и определенно Сегодня проповедь Проповедует Что говорил Христос Что он делал И если Это Заменяется Чем-то Другим То конечно же Такие люди Не могут Войти В жизнь Вечную Вот Евангелие Говорит Что Царствие Божие Не от мира Всего Что Церковь Будет гонимая Вот А если Это Царство Над Царствами И претензии На мировое Господство Духовное Вот То это Совершенно Разные вещи Конечно Будет Противостояние Церкви Божией Истина Которая Несет Заповеди Божьи И веру В Иисуса И с теми Которые Приносят В веру Христианскую Свои Значит Предания Свои Установления Свои Средневековые Значит Учения Которые Изобрели Они В течение Веков И вот Это конечно же Истина Она не может Соединиться С этим И поэтому Будет Противостояние Будет гонение На Церковь Божию Как всегда Было Спасибо большое Мы благодарны Телезрители Что вы были с нами Мы Продолжим Исследовать 13 главу Следующей Передачи Будьте с нами Читайте Книгу Откровения Имеющий Ухо Дослышит Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует